Они пришли, они не могут сказать, так, стоп, подождите, война в наши планы не входила. Мы вообще-то тут хотели инвестиционный климат у себя наладить, вон Ахмад Тауэр нам нужно было построить, нам нужно было привлечь инвестиции. У нас нет денег на строительство. И война, которую вы развязали, она явно не способствует тому, что эти инвестиции будут привлечены. Саламу алейкум, Тумсо. Со всем уважением, брат. Есть какие-нибудь доказательства истории с Адамчиком? Ведь экстраординарные утверждения требуют экстраординарных доказательств. Того, что я утвердительно сказал, это все могу обосновать. Того, что я не сказал, а ты додумал, я это не должен доказывать. То, что я сказал, то, что я произнес или написал, это да, это я смогу обосновать. Вы так мечтаете об Ичкерии, но переместить вас в Афганистан и Сирию вы сойдете с ума, любуйтесь цветущей Чечне. Дорогой Роман Ше, зачем нам нас перемещать в Афганистан или в Сирию? Мы хотим к Чечению. Почему вы пытаетесь постоянно привести как доказанный факт, неизбежность, что Чечение вне России, это Афганистан, Пакистан, Сирия. То есть, какие-то плохие примеры, Ирак вы приводите. Почему? Почему не Малайзия? Почему не Арабские, Огненные Арабские Эмираты, например, не Катар? Почему не Швейцария по ландшафту подходит? Почему именно, вот что, какие-то плохие примеры? Почему Швейцария без России может жить и процветать? Тоже не имея, кстати, выхода к морю. Очень похожее у нас положение со швейцарцами, географически, в целом очень мы похожи. И вот почему Швейцария может, а мы не можем. У нас должна быть Сирия, а не Швейцария. Почему? Почему вы в нас не верите? На самом деле, я, конечно, понимаю, что есть реально перспектива развития как в одну, так и в другую сторону. И, конечно же, нужно всегда учитывать, что риск того, что мы можем скатиться, он, конечно, тоже имеется. Но гораздо больше, если анализировать, трезво подойти к этому, без всякой предвзятости, то гораздо больше шансов развиваться. Потому что потенциал есть. Как минимум, есть все для вот этого хорошего стартапа. В принципе, есть сохраненные все необходимые признаки государственности. То есть, мы же не из ничего пытаемся что-то построить, а у нас это все уже есть. И для того, чтобы развивать экономику, чтобы развивать образование, науку, чтобы все эти моменты производства поставить, создать хороший инвестиционный климат. Все эти нюансы у нас, они есть, если нет какого-то давления от какого-то крупного соседа. Когда тебе не нужно там где-то согласовывать инвестиционные проекты, экономические какие-то реформы, законы ты можешь принимать выгодные для себя, а тебе не нужно смотреть, они противоречат, не идут ли они в противоречие с Конституцией России. И понимаешь, у чеченцев гораздо больше, на самом деле, шансов, если вот объективно посмотреть, шансов развиваться, если нет вот этого вот, сдерживающих вот этих вот факторов в виде России, ее законов, ее Кремля, ее населения, ее войн, которые они развязывают, этих санкций, которые на них возлагают. Это ведь все на нас отражается, а ведь всего этого бы не было, если бы мы сегодня не были оккупированы Россией, никакие санкции бы сейчас чеченцы на себе не испытывали. Никаких проблем с передвижением у чеченцев бы не было, потому что они бы не передвигались российскими паспортами, которые стали токсичны сегодня во всем мире. То есть, наоборот, у чеченцев были бы все шансы для того, чтобы развиваться. Но в то же время риски, конечно, они неизбежные, они всегда будут, но это уже была бы наша ответственность, если бы мы скатились на уровень каких-нибудь там африканских плохо развивающихся стран, банановых стран, как их называют, то это была бы наша ответственность. Мы бы получили этот результат ввиду собственных каких-то неправильных действий, а не потому, что в Кремле что-то неправильно сделали, не потому, что Кремль куда-то там напал, развязал войну, не поэтому. Мы бы получили бы и сами бы несли за это ответственность, то есть для нас это и психологически это было бы гораздо легче. И мы бы сами могли, имели бы возможность это все поменять. А сейчас мы не можем этого сделать, потому что мы находимся в оккупации, Кремль начинает войну, мы не можем сказать, ну не мы конкретно, я-то могу, но, допустим, Кадыров и его власть, представители его иерархии, они пришли, они не могут сказать, так, стоп, подождите, война в наши планы не входила. Мы вообще-то тут хотели инвестиционный климат у себя наладить, вон Ахмад Тауэр нам нужно было построить, нам нужно было привлечь инвестиции. У нас нет денег на строительство. И война, которую вы развязали, она явно не способствует тому, что эти инвестиции будут привлечены. Поэтому мы, мы как бы, мы пас, в этом не участвуем, давайте расходимся. Они не могут это сказать, они обязаны в этом во всем участвовать. Поэтому, к сожалению, для кого-то к сожалению, для кого-то к счастью. Чечня, будучи независимой, имеет гораздо больше шансов на развитость, на хорошую экономику, социальную сферу и все остальное, чем будучи в составе, будучи оккупированной России. Субтитры создавал DimaTorzok